Здравствуйте! Скоро будет второй месяц, как мы живем по новым правилам предоставления имущественного налогового вычета. Кто-то по привычке именно сейчас, в начале года, оформляет декларацию, обращается в налоговую, но кто-то делает это впервые. Им особенно интересно будет узнать об изменениях с имущественными налоговыми вычетами, которые начали действовать с начала 2014 года. Это тема сегодняшнего интервью, а обсудим ее по существу с начальником отдела управления Федеральной налоговой службы в Чувашии Татьяной Архиповой. Татьяна Леонидовна, здравствуйте! Здравствуйте! Татьяна Леонидовна, для начала хотелось бы напомнить, что это за вычеты и кто на них претендует. Ну, имущественные налоговые вычеты у нас установлены статьей 220 Налогового кодекса. С 1 января 2014 года у нас существует 4 вида имущественных налоговых вычетов. Первый связан с продажей имущества, с продажей доли в уставном капитале, а также с переуступкой прав требования по договорам долевого строительства. Второй вычет связан с доходами, полученными в случае изъятия земельных участков и расположенных на них строениях для муниципальных или государственных нужд. Третий вычет, самый распространенный вычет у нас, связанный с приобретением жилья, земельных участков для строительства жилья. И четвертый вычет у нас связан с суммой уплаченных процентов по полученным кредитам и займам для приобретения жилых помещений. Тоже наверняка очень популярный вычет. Да, как правило, третий и четвертый вычет, рука об руку идут, то есть люди получают ипотечные кредиты, заявляют имущественные налоговые вычеты на приобретение жилья. Давайте обратимся к конкретному примеру, допустим, человек приобрел квартиру за 1 миллион 210 тысяч рублей. Вот в таком случае на какой имущественный вычет он может рассчитывать? В данном случае необходимо будет рассчитать размер вычета, исходя из указанной суммы, потому что у нас ограничения есть по этому вычету, 2 миллиона рублей. Так как данная сумма попадает в указанный предел, то с этой суммы будет имущественный вычет исчисляться по ставке 13 процентов. И в конкретном примере он будет составлять 157 тысяч 300 рублей. Вычет будет предоставляться по мере полученных доходов в течение календарного года до полного его использования. С 1 января 2014 года изменились правила предоставления имущественного налогового вычета. Что конкретно поменялось? Во-первых, у нас появилось ограничение по сумме уплаченных процентов по целевым займам и кредитам на приобретение жилья. Если раньше у нас ограничений налоговым кодексом не было установлено, то с 1 января 2014 года такое ограничение появилось в размере 3 миллиона рублей. Но хочу отметить, что если займы были получены до 1 января 2014 года, указанные ограничения на них не распространяются. Кроме того, законодательно уже закреплено право родителей, усыновителей, опекунов и попечителей на получение имущественных налоговых вычетов в случае, если родители приобретали в собственность своих детей жилые помещения. И в данном случае они уже на долю детей смогут воспользоваться правом на имущественный вычет уже в рамках налогового законодательства. Также новшеством является то, что с 2014 года физические лица смогут получать имущественный вычет непосредственно у работодателя, у одного или нескольких по своему выбору. А как было? Раньше по своему выбору можно было получать вычет только у одного налогового агента, тоже на основании заявления по своему выбору. Сейчас уже законодатель предоставляет право заявлять вычет уже у нескольких работодателей. Понятно. Ну а стоит ли ждать еще каких-то изменений? Невозможно в ближайшее время по налоговым вычетам? Ну, как сказать, однозначно здесь тоже невозможно, какое решение примет законодатель. Но, как правило, у нас государство всегда социальные вот такие вычеты как бы приветствует. И периодически, постоянно даже можно сказать, у нас вычеты увеличиваются, появляются новые вычеты, увеличиваются предельные размеры. То есть, законодательно такое бывает очень часто. Изменился ли пакет документов, которые нужно принести в налоговую службу для того, чтобы получить имущественные налоговые вычеты? Нет, пакет документов не изменился. Для получения имущества налогового вычета необходимо будет принести договор купли-продажи жилья. В случае, если приобретается готовое жилье, в случае, если участниками долевого строительства являются физические лица, то, соответственно, договор о долевом участии в строительстве жилья. Также обязательно нужно будет принести платежные документы, подтверждающие факт произведенных расходов, свидетельство о государственной регистрации, в случае, если приобретается готовое жилье. Либо акт прямопередачи, если приобретается жилье по договору долевого участия в строительстве жилья. Если физические лица берут кредиты в банках, либо заемные средства на целевое использование, в данном случае, конкретно на приобретение жилых объектов, также кредитный договор и платежные документы, подтверждающие сумму уплаченных процентов. Также для дополнения декларации необходимо будет принести справку 2НДФЛ с места работы, на основании которой физические лица будут заполнять декларацию и укажут сумму налога, который подлежит к возврату в связи с получением имущественных вычетов. На имущественные налоговые вычеты могут претендовать абсолютно все желающие и все жители страны? Данный вычет предусмотрен в рамках налога на доходы физических лиц. То есть все граждане, которые где-то официально работают, либо уплачивают налог по ставке 13%, могут заявить имущественный налоговый вычет. Предприниматели, которые находятся на специальных налоговых режимах, к сожалению, если у них нет объектов по налогу на доходы физических лиц, с которого они уплачивают данный налог, то в этом случае, к сожалению, по другим видам налога такого вычета нету, не предусмотрено кодексом. А владельцы материнских капиталов, они могут претендовать на то, чтобы еще из бюджета компенсировали вот эту часть расходов, которая пошла на покупку квартиры? С налоговым кодексом предусмотрено, что лица, которые приобретают жилые помещения за счет средств материнского капитала, за счет субсидий, выдаваемых из бюджета, либо за счет средств работодателей, на имущественные вычеты претендовать не могут. Допустим, вот такая ситуация, что человек зарегистрирован в Татарстане, а работает здесь. В таком случае человек сможет получить имущественные налоговые вычеты? Да, конечно. Он должен будет представить декларацию по месту своего жительства в республику Татарстан. И уже на основании справки 2НДФЛ возврат налога будет производиться уже из нашего бюджета. Потому что работая здесь, работодатель перечислял удержанный с его зарплаты налог в бюджет нашей республики. И аналогично, если наш житель также будет работать в каком-то другом регионе, в этом случае он тоже по месту своего жительства представит декларацию. И возврат налога будет производиться из бюджета того региона, где он работал и где работодатель перечислял удержанный с его зарплаты налог на доходы физических лиц. Спасибо большое. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»